МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Садитесь, пожалуйста. Сегодня в детском университете мы займемся родословной. Ну вот сегодня мы пригласили одного замечательного человека. Он приехал к нам из Альметьевска, который практически профессионально этим занимается. Вот здесь у меня в руках три книги. Он вам расскажет об этих книгах. Итак, я приглашаю на сцену Марата Нуровича Туйкина. Хайрли Кын, добрый день! Здравствуйте, уважаемые студенты, дорогие родители! Очень приятно видеть вас. Они готовы уже встать, вас поприветствовать. Вы скажите еще раз, здравствуйте, студенты! Итак, начинаем заново. Я выхожу. Садитесь, садитесь. Думали, наверное, два. Я такой выхожу, выхожу. Здравствуйте, уважаемые студенты! Здравствуйте! Ну, еще раз по-татарски. Пожалуйста, садитесь. Еще раз по-татарски. Хайрли Кын, хорматли студент парбас. Отлично. Ну, прекрасно. Все проснулись. Присаживайтесь. Итак, Валерий Алексеевич сказал, был анонс о том, что мы, о чем сегодня будем говорить. Действительно, тема очень интересная. Я сам увлекаюсь, увлекался этим всю жизнь. Мне скоро 50 лет. Но серьезно уже занялся вот последние три года. Три года назад мне пришла мысль серьезно организованно заниматься историей нашей истории. И именно историей семей. И я вот своим сыном организовал фонд изучения исторического культурного наследия, который называется Томарлар. Томарлар в переводе означает «корни». Ну, само слово, наверное, говорит, о чем речь. Поэтому мы вот этот вот фонд организовали. И наш символ, наш логотип – это дерево. Ну, мы с вами говорили вначале, что будем говорить про родословную. Давайте разберемся, ребята. Вообще, что такое родословное древо? Что родословное древо – это древо твоей семьи. Своей, точнее. Представьтесь, как вас зовут? Денис. Хорошо, версии еще есть, да? Здравствуйте, меня зовут Фарида. Мне кажется, родословное древо – это история твоей семьи, как она создавалась. Отлично. Из каких людей. Итак, Фарида говорит… Здравствуйте, меня зовут Самира. Мне кажется, что родословное дерево – это история семьи, которую мы изучаем с древних пор. Хорошо. Прекрасные слова. Спасибо. Спасибо большое. Итак, сейчас мы разберемся и что такое родословное, и как бы строится, и подробно одно родословное разберем. Итак, я несколько слов хотел рассказать о нашем фонде. Дальше, пожалуйста. Наш фонд, как я уже сказал, занимается изучением истории. Мы ищем в архивах различные документы и изучаем историю населенных пунктов. Но мы себе задачу поставили, чтобы даже историю населенных пунктов не просто через какие-то печки, лапти и такие вещи, да, общепринятые в краеведении изучать, а все-таки изучать через историю семей, через историю людей. То есть все равно любую историю делают люди, а в каждом селе это огромное количество семей, которые имеют право оставить свой след в истории. И вот мы помогаем сельчанам в основном, потому что древнее наше население даже сто лет назад и более в основном концентрировалось в селах. И село это вот как раз, там находятся те корни истории, где проживали наши предки. Дальше, пожалуйста. Вот это на экране те книги, которые были до этого, и вот эти, которые наш фонд издал. Дальше. Ну, вот эти, вот это самое крайнее со звездочкой книги, это последняя вот буквально, она сейчас в печати должна уже буквально через пару недель выйти, посвящена истории Великой Отечественной войны, выходцев из одного села. Также нам попросили помочь дальше. И непосредственно родословное древо. Здесь вот видите, мы представили на экране несколько таких схем, пока они непонятны, но просто мы показываем, какие красивые, оригинальные могут быть. Это для того, чтобы вы в дальнейшем могли использовать всевозможные такие варианты в своей работе. Дальше. Видите, вот есть в таком виде древо, да, с фотографией можно использовать, можно какие-то исторические кадры использовать. То есть это вот уже сама красивая картинка, что должно получиться в результате вашей нашей с вами работы. Дальше, пожалуйста, вот в таком виде древо, так, с листочками, со стволом, тоже, вот видите, каждый листочек, там вписаны имена. Дальше. Вот такие есть древо, вот это уже мои непосредственно древо, стороны отца и стороны мамы. Можно сделать в рамочку красиво, да. Вот представьте, такие красивые картинки древа с вашими именами, с именами ваших предков, будут висеть у вас дома на видном месте, и можно будет гордиться и всем гостям, родственникам показывать и говорить, что вот это история моего рода, моей семьи. Дальше, Юра. Ну, надо сказать, что наш фонд также активно, мы занимаемся с различными архивами. Дело в том, что есть такое учреждение, архивное управление, где находятся разного рода исторические документы, которые собирались в течение многих лет, веков. И надо сказать, что у нас в России архивное дело началось при Петре Первом, уже активная такая фаза. То есть, ну, надо представлять, что это примерно 300 лет назад начали писаться архивные документы. Это ревистские сказки, ревистская перепись по-другому, да, метрики, какие-то указы. И находя вот эти вот документы в архивах, можно очень интересно изучать не только историю нашего государства, но и находить какие-то сведения, посвященные каждой семье, каким-то людям. Дальше. Вот такие, видите, старинные архивы, видите, там и наш герб старый, который в то время был. Дальше, пожалуйста. Марат Нурович, а как вот наш студент детского университета может получить доступ в такой архив? Да, об этом мы скажем обязательно, раз уж затронули. У нас есть архивы различного уровня, есть районные архивы, городские архивы, сельские. Но самое ценное лежит в наших государственных архивах. У нас Национальный архив Республики Татарстан, он имеет несколько филиалов. Каждый студент, кто интересуется своим родом, может вместе с родителями, конечно, с родителями, обратиться в этот архив и заказать интересующиеся его сведения. В первую очередь для этого нужно знать, где ваши предки жили. Село, район, но в то время был уезды, поэтому если вы сможете найти ту информацию, где ваши жили предки, вы даете запрос, и по тем метрикам, уже переведя, вам дадут информацию, вы можете составить более глубокую родословную. Когда о родословной будем говорить, я чуть-чуть об этом остановлюсь. Ну, видите, в то время писали очень красивым каллиграфическим почерком, да, хотя язык чуть-чуть был другой, надо уметь его читать, но все-таки это интересные архивные документы, которые несут очень ценную информацию. Дальше, пожалуйста. Надгробные камни. Этим тоже наш фонд Тамарлар Корни занимается. Очень хорошая, богатая информация имеется на кладбищах, на тех могильных плитах, которые установлены на могилах наших предков. Ну, надо понимать, что вот на татарских кладбищах, в Татарстане у нас, да, большинство таких, они писались тогда арабской вязью, мы говорим, арабским алфавитом. Хотя это не арабские слова, это татарские слова, но они, имена написаны именно арабским вот таким вязью. Мы тоже их переводим, мы умеем переводить. И находя вот эти вот камни на старых кладбищах, мы даем людям информацию, и люди могут найти своего предка, который жил 150, даже 170, 180 лет назад, и даже ухаживать за могилой. Это же прекрасно, если знать, где твой пра-пра-пра-пра-дедушка похоронен, или знать, где твоя пра-пра-пра-пра-бабушка похоронена, и ухаживать за этой могилой и гордиться этим. Дальше, пожалуйста. Ну, и также мы переводим метрики, вот эти как раз старые документы архивные, где они также написаны арабской графикой. Видите, они уже в таком не очень хорошем виде сохраняются некоторые, но тем не менее, вот надо их читать, переводить. Дальше, пожалуйста. Ну, и вот это основное наше направление изучения родословных древ и оказание помощи людям представления, мы как раз организуем в виде конкурсов. То есть конкурс «Минам шажарям» – моя родословная. На татарском красивое слово «шажаря» – есть такое. Так вот, составив родословное, и даже в школе, в классе вы можете организовать конкурс, у кого родословное глубже, шире, больше имен. И даже сами можете организовать конкурс, организовать выставку, и в конечном итоге даже это можно сделать в семейный праздник, пригласив бабушек, дедушек, рассказав историю свою, сделав презентацию, какие-то интересные факты из своей семьи. То есть вот этим тоже наш фонд, там «РЛАР Корни» занимается. Дальше, пожалуйста. Ну, здесь вот мы как раз проводим, видите, в различных школах занятия, а также вот эти конкурсы, фотографии, вот в Сармановском районе, в Лениногорском районе, в Альмейском районе. Мы уже 3-4 района охватили вот этой работой. Дальше. Итак, переходим к следующему, основному нашему блоку – составление родословных. Здесь вот на фотографии как раз мы были в Беляре. Есть такой старый у нас древний город. Там есть развалины древние, тысячелетние истории, которые имеют. И там лагерь Салят вот как раз проводил. Мы также проводили там занятия. Итак, я хочу задать вопрос в зал. Ну, во-первых, еще раз поняли, да, родословные – это история семьи, прекрасные слова сказали из самой древности на протяжении многих веков. Вот Фарида Сами рассказала. Итак, мы представляем перед глазами. Вот мы, каждый себя представил. Мы – это одно поколение. Это я. Это я – одно поколение. Так? Наши родители – это уже ниже второе поколение. Так? Ну, некоторые родители здесь сидят. Представили, да, ребята, перед глазами. Себя представили. И пониже уровнем – это наши родители. Еще уровнем ниже – это наши кто? Дедушки, бабушки. Правильно. Это уже будет три поколения. А есть еще одно ниже поколения, что будет? Совершенно верно. Прабабушки, прадедушки. Четыре поколения. Так ведь? Теперь давайте протестируем. Вопрос я предлагаю и родителям тоже участвовать, и организаторам тоже. Представили перед глазами родители, представили перед глазами дедушек, бабушек. Дедушек, бабушек, любых, независимо со стороны папы или мамы. Вспомнили? Представили перед глазами дедушек, бабушек? Да? Любых. И тех, и этих. Итак, скажите мне, пожалуйста, поднимите руки, кто знает свои три поколения? Себя, родителей и дедушек, бабушек. Поднимайте родителей, не знаете, что ли, там, на галерке. Разбудите вот мужчину в очках, пожалуйста. Так, все, все знаем три поколения. Валерий Алексеевич, а вы знаете три поколения? Так, все знают. Опустили. Прекрасно. Все знаем до трех поколений. Теперь поднимаем руки, кто знает четыре поколения, до прабабушек, прадедушек, хотя бы одного прабабушку, одного прадедушку. Уже чуть-чуть залп передел. Опускаем. Так, четыре поколения. Дальше поднимаем руки. Кто знает пять поколений? Пять поколений. До прапрадедушки, прапрабабушки. Пять поколений. Так. Залп передел. Опускаем. Кто знает шесть поколений? Прапрапрадедушка, прапрапрабабушка. Ну, я смотрю, тут в зале гений есть. Так. Молодцы, уважаемые студенты. Опускаем. Кто знает семь поколений? Семь поколений. Семь поколений. Так, Валерий Алексеевич сдался, да? Все. Опускаем. Кто знает пословицу, есть высказывание по поводу семи поколений на татарском языке, очень хорошее есть высказывание. Кто знает? Знаешь? Громко скажи. Нет? Не знает про семь поколений. Кто знает про семь поколений, не знаете? У татарских народов есть очень хорошее высказывание, пословица. Жиде Буон Бабанне Балергатииш. Обязан знать семь поколений своего рода. Жиде Буон. Семь поколений. Ну, вот такое завещание нам оставили наши предки. И вот, наверное, опять скажете, хвастается. По линии мамы я знаю 12 поколений, по линии отца я знаю 15 поколений. Тимур Рысаев об этом расскажет попозже, потому что мы из одного рода, мы родственники. Поэтому про наш род, Туйкиных, вот он как раз попозже расскажет. А мы уже перейдем непосредственно к изучению составления. Следующий, пожалуйста. Итак. Ну, мы говорим родословное древо. Его по-другому называют генеалогическое древо. Родословное просто можно говорить. Это одно и то же. Итак, самое главное. Когда мы начинаем делать родословную, мы должны понимать, что есть у каждого человека сторона отца, есть сторона мамы. Так? Потом у нас появится у отца тоже папа, мама и наши бабушки, дедушки. И тут тоже бабушки, дедушки. Поэтому надо понять, какую мы линию составляем. Мы сейчас пробежимся только по одной линии, по линии отца. Итак, чтобы начать составлять родословную, элементарную, значит, пишем «я» — это свое имя, да? Фарида, Тимур, Руслан, Иван, Петр. Вместо «я» написали квадратик или кружочек. И пишем свое имя. Но для того, чтобы не запутаться, можно еще так. Женские имена кружочком, мужские квадратиком — это как хотите. Главное, чтобы схематически вы понимали. Прочерчиваем линию и пишем имя отца. Идем по линии отца. Написали отца, вот такую схематическую сделали. Главное, чтобы они были в соответствии, как я рисовал. Первое поколение, второе, третье. Ниже, ниже. Уходим в корни. Так? Следующий сайт. И теперь, где мы свое имя написали «я», делаем горизонталь. Видите, да? Младшая сестра, старший брат и так далее. Пишем своих родных братьев и сестер. Но здесь очень важный момент, ребятки, уважаемые студенты. Чтобы старшие и младшие не запутались, слева пишем старших, вправо пишем младших. Ну, здесь на схеме представлена картинка, где пять братьев. Сейчас, к сожалению, таких пять детей, таких семей очень мало. Главное, чтобы слева старшие, справа младшие. Понятно, да? Отец также на месте. Все имена прописываем. И где имена, желательно внизу писать «год рождения», «я». Год рождения, чтобы мы уже ориентировались в поколение, какая эпоха и так далее. Следующий, пожалуйста, слайд. Так, написав, значит, верхнюю горизонталь, мы поколение создали, вспоминаем, кто у нас дедушка. Это папа, отца. Дедушку тоже вписываем имя. Здесь написано «дед», вы сразу имя. И сразу у дедушки год рождения. Ну, если кто-то ушел из жизни, тоже год ухода из жизни, год смерти тоже можно написать. И пишем обязательно тоже, в каком городе человек родился или в селе, в каком, какого района. Тоже удобно потом, чтобы искать в архиве документы, то, о чем мы говорили. Дальше, пожалуйста. Итак, дальше начинаем. Второе поколение. Добавлять горизонталь родных братьев и сестер, отца. Это будут ваши дяди и тети. Видите, у нас горизонталь по такому же принципу. Слева старшие, вправо младшие. Понятно. Да, там тоже здесь нарисовано пять человек. Они могут быть двое, трое и так далее. Дедушка стоит на месте. Дальше, пожалуйста. Вспоминаем про дедушку. Если не вспоминаем, едем в ту деревню, где они жили. Находим там в архиве в селе по хозяйственной книге. И находим его имя, пишем про дедушку. Вот здесь надо заметить, что уже для вашего возраста про дедушка, возможно, может быть участник Великой Отечественной войны. Тогда есть прекрасный сайт и прекрасный музей наш Республик Тарстан, Черепанов. Там тоже вся информация про наших земляков есть. Вот про дедушку можете там искать. Есть прекрасный сайт ОБД Мемориал. Там тоже можете находить, забивать фамилию и находить. Как правило, участники войны, они там зафиксированы. Дальше, пожалуйста. Также потом по дедушке составляем горизонтальную линию. Пишем дедушкиных, братьев и сестер. По такому же принципу старшие, младшие. Их также может быть много, может быть мало. Их прописываем, имена, годы рождения, если умерли, годы смерти. Так, дальше пошли. Пытаемся найти прапрадеда. Значит, вот здесь уже нужны архивы. Уже нужно обращаться в архивы государственные. В том регионе, если не в Республике Татарстан, то в том регионе, где находилось село, где родился прапрадедушка. И обратите внимание, на слайде написано внизу. Фа-ми-ли-я. Уважаемые студенты, мы все имеем фамилии, да? Ну, наши фамилии же неспроста, они когда-то возникли. Вот как раз, возможно, здесь возникла фамилия. Надо поискать. Если дедушка был Иван, возможно, Иванов. Если был Габдарахман, возможно, Габдарахмановы. Возможно. Потому что до определенного периода, особенно у татар, фамилии не были приняты. С определенного периода начали фамилии появляться. И они именно фиксировались по имени какого-то нашего предка. Дальше, пожалуйста. По такому же принципу уже в архивных документах находим родственников прадеда. И также вписываем в горизонталь. Итак, мы кратко, очень бегло, приблизительно схему показали, как надо строить древо. Я хочу сказать, ребята, вот историю нашего государства. Государство берет на себя написание истории государства. Но историю каждой семьи государство не в силе написать. У него нет столько возможностей. Поэтому мы с вами, уважаемые родители, уважаемые студенты, ребятки, мы историю своей семьи, вот здесь правильные слова были, должны писать сами. Есть прекрасное изречение. Не зная прошлого, нет будущего. Если мы хотим, чтобы наши с вами потомки знали о нас, знали, как мы жили, чем занимались, в каких местах жили, какие были имена красивые, то мы обязаны с вами тихонечко начинать строить родословную. Это дело иногда многих лет. И я думаю, у вас у всех это получится. И мы сможем красивые, хорошие вещи донести нашим потомкам хорошую историю нашей семьи. Ну, в принципе, все. Давайте вопросы, наверное. Хорошо. Так, какие вопросы будут? Так, модераторы, готовимся. Вот я хочу сказать то, что... Представляйся, пожалуйста. Меня зовут Арсен, и вот я вот третье поколение, только свои фамилии, потому что со стороны папы у меня прадедушка был Гаталлан Насыбуллин. И вот, и как раз он был татарин. А когда родился мой дедушка Самат, он там закон проявили, то, что фамилия, это жало постоянных, не в зависимости от национальности. И вот теперь я, ну, Гаталлан Насыбуллин. Хорошо. Вопрос в чем? Я просто сказать хотела. Все, ты правильно рассуждаешь, Арсен. Так, пожалуйста. Очень хорош на работе, молодец. Так. Здравствуйте, меня зовут Ксюша. А если, допустим, у старшей сестра отца есть жена, то... Ой, муж. То как это прописывать? Вот, знаете, надо максимально всех писать. Я еще раз говорю, эта схема приблизительная, но внизу другим цветом желательно писать и мужей, и невест желательно. Тогда у вас более полноценное будет родословное. Вот я всех пишу. Даже если у некоторых там подвиженное было, да, и их пишу. Ну, так, жизнь всякая бывает, да. Поэтому желательно максимально всех пишите. Но для того, чтобы по крови родственников отделить, да, они должны одним цветом быть. А вот кто пришел в нашу семью, обычно кто приходит, невесты и зятей атаковать, их просто другим цветом, но они полноценные члены нашей семьи. Их тоже надо писать. Хороший вопрос, молодец, Ксюша. Как зовут? Здравствуйте, меня зовут Эмир. Вот, например, я как раз родился с сестрой в один и тот же день. Тогда как писать это в древе? Да вообще никаких проблем. Ты же пишешь свое имя. Так. А рядом с сестрой у тебя, вы близнецы? Двойняшки? Ну, у вас все равно кто-то первый. Мама знает, кто из вас первый родился? Да, я сразу знаю. Ну, говори. Я на одну минуту только старше. Ну, и все. Ты, значит, будешь посередке. А твоя как сестренка зовут? Элиза. Элиза. Элиза будет справа. Но дату пишите одинаково. Но Элиза справа. Элиза, извини, ты на минуту позже. Все. Не обсуждать. Спасибо. Пожалуйста. Здорово. Красиво. Следующий. У меня вопрос. Вот смотрите. Как зовут? Фарида. Мы же знакомы. Она уже говорила. Вот если, допустим, мой брат, у него невеста, а ее семью тоже нужно прописывать? Нет. 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 Вот здесь нужно остановиться. Мы когда рассматривали, мы так и сказали. Это по папиной линии, так ведь? Это вот наша родословная. И если невеста или зять, один человек пришел, все, он только один. А вот ее родословную, она сама должна составлять отдельно. Это уже отдельно. Иначе мы запутаемся. Столько имен. Это же потом, где концы? Только вот наша семья. И пришли сюда невестские зятья. Невестские зятья. Все. А невеста, как зовут ее? Ее зовут Гульнара. Гульнара. Гульнара должна свою составлять. У нее есть своя семья. Это будет называться древо Гульнары. И там фамилия ее, понятно, да? Фреда, понятно? Так, еще есть вопросы? Если вопросов нет, давайте поаплодируем Марату Норовичу. И я представляю нашего следующего выступающего, студента детского университета Тимура Рысаема. Он расскажет о своей работе по ставлению родословной. Сложно составлять родословную? Да. Интересно? Да. И также его мама, Эльвира, она поможет в этой презентации. Вам слово. Здравствуйте. Меня зовут Рысаев Тимур. Тема моей работы – моя родословная. На сайте «Культурный дневник школьника» был объявлен конкурс. Моя родословная. Организаторами выступили «Татармультфильм» и «Госархив Республики Татарстан». Я поставил цель – исследовать историю своей семьи и составить родословную. Следующий слайд. Расскажу, как мы с семьей проводили исследования. На уроке «Окружающий мир» мы проходили тему «Живая связь времен». Я узнал, что каждый человек связан с прошлым непрерывной цепочкой своих предков. Следующий слайд, пожалуйста. Чтобы узнать о своих предках, можно составить родословное древо с именами родственников из разных поколений. Следующий слайд. Родословное древо бывает нисходящее. Это когда от предка к потомку и восходящее. Это восходящее. То есть мы на предыдущих двух слайдах видели по мужской линии, по женской линии, а теперь это дерево с фотографиями. Так? Да. Родители мне подарили набор родословное древо. Я заполнила родословное древо семьи Рысаева. Глубиной в четыре поколения. Да, прабабушек и прадедушек. Это восходящее древо. Следующий слайд. И карту моего рода. Туда записывается информация по древу, даты и место рождения родственников. Историю семьи я только начал заполнять. Туда записываются истории семейной хроники, рассказы родственников о памятных событиях. Следующий. Родословные деревья бывают разные. По линии мамы и папы. Вот родословное древо по линии папы и его мамы. Род Латыповых. Вот родословное древо по линии мамы и ее папы. Следующий слайд. Вот родословное древо по линии мамы и ее мамы. Это родословное древо рода Туйкина. Род берет начало с предка Ундержа. Родился примерно в 1600 году. Следующий слайд. Вот общая родословная Туйкина. В ней внесено более 1500 родственников. В распечатанном виде она имеет длину более 30 метров. Ее ведет мой дядя Рамиль в специальной программе. Следующий слайд. На этой схеме представлены потомки трех братьев моего прапрапрадеда Заки Туйкина. Закира, Кабира и Фазыла. Наша семья составила ветку потомков Заки Туйкина, моего прапрапрадеда, чтобы добавить в общую родословную рода Туйкина. Для наглядности я составил свою ветку потомков Заки Туйкина. Я выяснил, что являюсь потомком в 15-м поколении древнего рода Туйкина. Я узнал, что братья моего прапрапрадеда Заки Туйкина были известны как писатели и историки. Им посвящена книга Бертуган Туйкинар. Следующий слайд. Мне помогли следующие материалы. Воспоминания мамы, бабушки, других родных. Материалы семейного архива, документы, фотографии, письма. Общение через социальные сети, интернет. Дядя Марат познакомил меня с книгами и мероприятиями о наших родственниках Туйкинах. Рассказал о его дедушке Ибрагиме, который передал родословную древо Туйкиных своим потомкам. Дядя Рамиль из Москвы объяснил, как ведет общую родословную, показал программу. В библиотеке в своей гимназии я узнал про книгу памяти. Я с мамой посетил ее редакцию. Там нам подарили книгу, где есть сведения о Заке и о других родственниках. Следующий слайд. Сведения о погибших на войне родственниках я узнал из базы «Мемориал» в центре Зарница. Изучил извещение о гибели и другие документы. Посетил памятные места. Я горжусь, что являюсь потомком своего древнего рода. Работа над родословной нами продолжается. Мы изучаем другие ветки. Я планирую сделать электронные версии родословной книги. Я благодарен всем моим родственникам, которые мне помогали за их многолетний труд. Молодец. Давайте поаплодируем Тимуру. Большой молодец. Не уходи со сцены. Какие у вас есть к Тимуру вопросы? Тебе было тяжело делать? Как зовут? Как вас зовут? Маляка. Так. Тебе было тяжело делать родословной древе? Да. Так, еще вот. Я хочу добавить, что это было общее дело семьи. Все родственники помогали, поэтому мы собрали много информации. А можно вопрос? Меня зовут Феррида. А насколько долго вы делали вот это древо? Всю жизнь Тимура или несколько только лет? Информация собиралась десятилетиями. Когда был объявлен конкурс, нам отводилось время всего один месяц. Мы пообщались с родственниками, собрали информацию о предыдущих поколениях, но обнаружили, что у нас не хватает сведений по нашей ветке. Мы до этого тоже занимались исследованием, но не так активно. Когда начали готовиться к конкурсу, стали активно общаться с родственниками. Даже через сеть ВКонтакте выходили, знакомились, собрали информацию и сделали свою ветку. Но она еще не заполненная до конца, потому что родственников очень много, но основную ветку мы и сделали и представили на конкурс. Поэтому мой совет заниматься родословной желательно, начинать как можно скорее, пока есть возможность общаться с родственниками, опрашивать своих бабушек, дедушек. Я вот столкнулась с тем, что у меня появились такие вопросы, которые бы я очень хотела задать своей бабушке или дедушке, но, к сожалению, их нет в живых. Поэтому пока у нас родственники с вами, рядом близкие люди, общайтесь с ними, узнавайте историю их семьи, рода. И в дальнейшем это пригодится вам и вашим поколениям. Спасибо. Еще вопрос? Как вас зовут? Максим, а сколько вам времени? Как долго вы и когда вы начали этим заниматься? И сколько времени уже прошло? Ну, как я ответила на предыдущий вопрос, наша семья, род Туйкиных, если говорить о ней, самый правильный сбор информации осуществила и передала из поколения в поколение. То есть был дедушка Ибрагим у Марата Нурвича Туйкина, который собирал сведения о нескольких поколениях. Он житель села Зай-Каратай, даже написал книгу «История села Зай-Каратай». И вот эти вот предания, сведения о родственниках, он передал с поколения в поколение. Благодаря этому сведения сохранились. Самим с нуля начинать изучение родословной очень тяжело. Можно как бы докопаться до четвертого, пятого поколения. Дальше надо идти в архивы. И если у вас нету сведений от предыдущих предков, то это не очень просто сделать в наше время. Спасибо. Так вот... Здравствуйте. Меня зовут Настя. Вы говорили то, что это конкурс, а результаты уже объявлены. И следа какое место? Это был конкурс, объявленный в декабре на сайте культурный дневник школьника. Я думаю, многие знают про этот проект. Кто ведет культурный дневник школьника? Молодцы. Очень много у нас активных детей. Этот конкурс, когда объявили, мы решили принять участие, потому что у нас уже была некоторая информация. И вот в январе уже объявили победителей. Там было шесть победителей. Тимур Рысаев был одним из победителей. Жюри было из Госархива Республики Татарстан и сотрудников объединения «Татармультфильм». Там были свои критерии конкурсного отбора. Оценивалась глубина исследования, подкрепление документами, материалами, информация об участии родственников в исторических событиях в Великой Отечественной войне. Вот все эти итоги были подведены, и жюри выбрало самые шесть сильных работ. Об этом я сейчас расскажу в своей следующей презентации. Вот, можно вопрос. А вот откуда вы взяли все эти фотографии, письма? Вы у каждого родственника их собирали и все вместе объединяли? Тимур хочет ответить. И где еще можно эти фотографии найти? Мы собирали из архивов всяких, из семейных архивов. Так, следующий вопрос. Именно почему вам давалось так сложно делать родословное дерево? Сложность заключалась в том, что не со всеми родственниками удалось связаться и узнать информацию. Не все родственники идут на контакт или в силу занятости, или каких-то других причин. Вот в этом проблема. Поэтому, когда занимаешься родословной, конечно, большая польза, что ты начинаешь общаться с родственниками, находить новых родственников, новые родственные связи. И как бы вот это одно из главных значений. Спасибо. Следующий вопрос. Со скольки лет вы начали делать это родословное дерево? Сколько лет Тимура было? Если насчет Тимура, то он ответит, когда он начал заниматься. На уроке «Окружающий мир» я узнал про родословную, и начал я это делать с урока «Окружающий мир» в прошлом году. Тимур ученик третьего класса. И вот в прошлом году на уроке они эту тему изучали, и он заинтересовался. То есть всего год прошел? Прошло всего год. Да, он как бы занимался очень мало. Я занимаюсь этим уже как бы давно. Заинтересовалась еще, когда училась в университете, общалась с родственниками, жила в городе Уфа. Там я познакомилась с потомками рода Фазыла Туйкина. И оттуда у меня началось как бы исследование, затем я узнала о других родственниках, познакомилась с Маратом Нуровичем, и вот мы стали тесно общаться и находить наши родственные связи новые и новые данные. Спасибо. Еще один вопрос. У нас вообще родители, правда, не участвуют, но как исключение. Еще один вопросик. Эльвир, а в архивах районных центров где-то вы тоже фотографии находили, или у вас чисто семейные архивы, только фотографии вы искали? Где вообще можно эти фотографии найти, если вдруг, например, там родственников уже нет живых, но хочется какие-то сведения дополнительные все-таки найти? Спасибо. Фотографии в семейных архивах мы нашли в основном, но вот, к сожалению, например, фотографию о нашем родственнике, это прапрапрадед Тимура Закитуйкин, у нас нет. Дело в том, что многие родственники наши попали под репрессии, и мало информации о них осталось. Поэтому мы уже по косвенным данным, по воспоминаниям других родственников и из некоторых архивных источников узнаем сведения, и в дальнейшем мы еще продолжаем поиски. То есть мы хотим обратиться в архивы уже региональные, где изучить метрики, может быть, нам посчастливиться. Но для этого надо разбираться, в какой именно архив обратиться. Надо знать, к какой губернии, уезду относился тот населенный пункт, в котором жил родственник. И правильно указать в запросе всю эту информацию, чтобы была вероятность больше найти информацию по нашему запросу. Об этом я вот в следующей презентации расскажу. Спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Мадина. Я хочу спросить. Если вы говорите, я поняла, что Тойкины – это с вашей стороны, с маминой. И вы говорите, что были в Уфе. Они как-то жили там, в Башкирии или тут, в Татарстане все? Как мы уже говорили, род Тойкиных – это более 1500 человек. Они живут в разных населенных пунктах, включая нашу страну, даже зарубежье. Там я вот конкретно познакомилась с дочерью брата моего прапрадеда. То есть вот такие дальние родственные связи. Но до этого наши родственники общались. И я, благодаря тому, что наши родственники общались, познакомилась и продолжила общение. Я общаюсь также и с потомками братьев Тойкиных. Это очень интересно и увлекательно, потому что в каждом роду есть интересные люди, и многому у них можно учиться. Да, от себя мы хотим добавить вот несколько советов и личных выводов из нашего личного опыта, когда мы составляли родословную. Следующий слайд. Изучение родословной не нужно откладывать. Нужно начинать работу в семейных архивах. Это и фотографии, и публикации с газет, как сказал Симур, с опросов родственников. Даже через сеть ВКонтакте сейчас очень хорошо, что есть интернет, можно найти многих родственников. Даже набрать свою фамилию, и выйдет очень много родственников среди них. Нужно помнить, что каждый выходец из рода делает его историю. Нужно собирать сведения не только об известных людях рода. В каждом роду есть люди, о которых можно рассказать. Вот, например, бабушка Тимура ей исполнилась на днях 80 лет. Она заслуженный учитель, у нее стаж 50 лет. Даже ее ученики с 1972 года выпуска поздравили ее с днем рождения по телевидению. И о каждом родственнике вы собираете побольше информации. Вот чем сейчас занимается Тимур? Он не только собирает информацию о родственниках, но и делает историю семьи. То есть воспоминания записывает. И о каждом родственнике, кем он был, чем он занимался, какие у него успехи в жизни. Все ведь это нам помогает в дальнейшем жить. Для чего надо изучать родословно? Именно для того, чтобы поучиться чему-то у наших предыдущих поколений. Следующий слайд. Если недостаточно данных уже при поисках семейных архивов, обращаемся уже в госархивы. Вот, по результатам победы в конкурсе, шесть победителей конкурса были награждены экскурсией в госархив Татарстана. Следующий слайд. Там была проведена мини-экскурсия. Заведующая читальным залом Хузеева Любовь Владимировна рассказала, что для чего нужен архив. Для того, чтобы хранить, собирать и использовать документы. У нас в Татарстане самый богатый архив в стране. В нем более четырех миллионов дел. Из которых можно узнать об истории нашей республики, начиная с 17 века и до наших дней. Более древние архивы хранятся в Москве, в Российском государственном архиве древних актов, РГАДА. Это слово вам несколько раз будет встречаться, когда вы будете глубже копаться в своих корнях. Следующий слайд. Директор архива Сулейман Туктарович Рахимов объяснил, что архив – это научное, не публичное учреждение, это не библиотека. Главная задача в нем – хранить документы для нас и будущих поколений. Здесь хранятся документы в единственном экземпляре. Сейчас архив работает над оцифровкой документов, чтобы сохранить документы и сделать их более доступными. Архив исполняет социально-правовые запросы, то есть пенсия, стаж работы, тематические, например, сведения о конкретном лице, об историческом факте и генеалогические. Вот как сказал Марат Нурич в предыдущем выступлении, в архив обращаются с запросами генеалогическими для того, чтобы собрать сведения для своей родословной. При этом важно правильно оформить запрос, указать максимально точную и подробную информацию. Эти запросы платные. Также надо определиться, в какой архив нужно обратиться. Для этого надо знать, в какой губернии области относился населенный пункт. Это очень важно, чтобы не потерять время, надо изначально все это изучить или проконсультироваться с работниками архива. Следующий слайд. Заведующая архивным хранилищем Ганедина Энжеревгатовна объяснила, какими источниками пользуются при составлении родословных. Это могут быть ревизские сказки, метрические книги, духовные ведомости. Следующий слайд. Мне попалась интересная работа совета начинающему генеалогу. Это работа члена Русского генеалогического общества Благова. И он пишет, дает очень ценный совет. Приняв для себя решение о написании истории рода, своего, своих знакомых или какого-либо исторического лица, постарайтесь как можно лучше осознать тот факт, что вы начинаете создавать исторический документ, а не очередное школьное сочинение. То есть документ, который будет как минимум храниться в вашей семье и передаваться из поколения в поколение. Или, что вполне возможно, даже будет опубликован и поступит в библиотеке. Поэтому отношение к такому труду должно быть максимально добросовестным, а лучше всего безупречным, невзирая на то, крупная эта работа или ее объем составляет всего 5-10 страниц. Следующий слайд. Составление родословной – это дань уважения предкам. Ибо, как справедливо заметил в свое время еще великий Пушкин, неуважение к предкам есть первый признак дикости и безвздравственности. Главная задача в нашей общей работе по ведению родословной – это недопущение потери связи поколений и родственных связей, передача нашего наследия потомкам. Завершить хотим мы свое выступление словами из стихотворения про внучки Кабиры Туйкиной Алины Абалазовой. Вы слышите, пращуры наши? Потомки откликнулись вам. Значит, наследие ваше живет, не пошло по рукам. Давайте же беречь наше семейное наследие, и мы надеемся, что сегодняшнее наше занятие станет для вас стимулом в этом важном деле. Спасибо всем за внимание. Спасибо, отлично. Так, еще пару вопросов, а потом можно будет рядом со сценой их задать. Пожалуйста. Меня зовут Альбина. Скажите, со скольки лет желательнее начинать уже делать родословную? Очень хороший вопрос. Я считаю, чем раньше человек начинает заниматься, а очень важную роль в этом играют как раз-таки родители, тем больше у вас шансов собрать информации и заинтересоваться. Вот у меня есть старший сын, он сейчас в 10 классе. Я его спросила, ты хочешь изучать родословную? Он сказал, что-то мне как-то некогда сейчас. Я вот естественными науками лучше буду заниматься. То есть вот с Тимуром мы как бы пораньше начали изучать, ему интересно. А чем ты раньше начинаешь, у тебя это может даже как превратиться в хобби. Ты хочешь еще больше узнать информации. Многие вот занимаются этим всю жизнь. Кто-то на пенсию выйдет, у кого время появляться занимается. Кто-то вот пораньше. Поэтому я считаю, чем раньше, тем лучше. Спасибо. Еще один вопрос. Здравствуйте, меня зовут София. А вы ходите куда-нибудь еще, кроме занятий с вами, родословным деревом? Занимаемся ли мы какими-то другими занятиями? Кружками? Да. Тимур, ответь на этот вопрос. Да, я занимаюсь кружками. Хожу в музыкальную школу. Раньше ходил на спортивные кружки. И сейчас хожу на спортивные кружки. Спасибо, замечательное завершение нашей сегодняшней лекции. Давайте поаплодируем Тимуру и его маме. Спасибо. Большое спасибо.